Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Хочу вкратце поделиться своей историей, дабы привести к проблеме. Мне 21 год, наверное на этом сайте моя проблема не редкость и не редкость. Я не знаю кем хочу быть или работать, чем хочу заниматься. Вырос я не в богатой семье. Не скажу, что плохо жили, на море ездили, игрушки и одежда была. Не голодали, но мне всегда казалось, что мы живем хуже всех. В школе все ребята якобы были из более богатых семей, мне так казалось. И по жизни всегда так складывалось, что я общался с людьми в достатке, из-за чего всегда сравнивал себя и свою семью с другими. На этом фоне, я думаю, у меня развились комплексы. Я с 15 лет пошел работать, потом по глупости с 18 начал брать займы, чтобы было больше денег. Вовремя поглощал, слава богу, так как работал. Работал много и в абсолютно разных сферах. Пару раз за границей. Учился на туризме и всегда думал, что буду там работать, где-нибудь в турагентстве. Но сейчас, перепробовав кучу работ, я не знаю, чего хочу. Меняю работу каждый месяц, то запись слишком мало, то начальству не нравится, сама работаю не по душе и не могу устаканиться, из-за чего и денег не хватало. Пропал интерес ко всему, что раньше нравилось, мне даже с друзьями больше неинтересно общаться, нет сил выходить с ними гулять. Чувствую, что устал не физически, морально. И вторая проблема, которая меня беспокоит. В общении с людьми чувствую себя глупым или даже дупым. Как будто я всегда не прав, если я что-то говорю или утверждаю, а человек со мной не согласен, я начинаю сомневаться в своей правоте. На работе с незнакомым и с друзьями, даже с любимым человеком, если мы спорим о чем-то, я начинаю сомневаться, а прав ли я. В общем, может кто посоветует, как поступить мне, чувствуя, что уже не вывожу всего этого. Возможно, я сам себя гноблю и давлю, из-за чего так себя и чувствую. Спрашивает аноним вопрос, задает аноним. Человек аноним. Смотрите. Здесь есть несколько важных аспектов. Первый аспект заключался в том, что вы довольно осознанный человек. Что называется думающий человек. Это прямо вытекает из того, что вы пишете, из того, как вы пишете. Я думаю, что это совершенно не подлежит сомнению. В этом вы молодец. Вы думающий, вы, на мой взгляд, осознанный для своих лет. Вы, конечно, очень-очень хорошо развито, на мой взгляд, психологически. Вероятно, подобная трезвость взгляда связана с депрессивной составляющей вашего психологического состояния. При депрессии очень часто человек дает супертрезвую оценку ситуации, но это не является чем-то конструктивным в данном случае. Второй момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание, заключается в том, что вы, ну вот говоря о том, что, ну, что живете там, например, хуже всех, как вам кажется, вот, и сравнивая себя с другими людьми, демонстрируете по факту то, что вам как-то вот не особо интересно, что называется, жить. Есть у меня такое, по крайней мере, чувство, что вам неинтересно жить, что вам интереснее, ну, сравнивать себя с другими людьми, да, вам интереснее как-то вот, если называется, мериться, да, с другими людьми, больше, чем, вот, собственно говоря, больше, чем, ну, как бы, просто жить, да, просто жить и просто стремиться к, ну, к каким-то вот своим некоторым целям, идеям, желаниям и так далее. И, собственно, то, что вы очень часто не доверяете себе, а это, как бы, напрямую влияет и на наличие второй проблемы, определяет, определяет вашу трудность в поиске себя, потому что, ну, довольно, довольно сложно, скажем так, себя искать, да, довольно трудно это делать, когда все время заботишься о том, как ты выглядишь, например, для других людей, как ты выглядишь, как ты, ну, смотришься и так далее. То есть, ну, просто не остается каких-то сил, не остается какой-то энергии для этого. То есть, на мой взгляд, здесь ключевая проблема в том, что вы, ну, вот, довольно, довольно слабо, на мой взгляд, и, соответственно, больше, больше, ну, больше внимания вы уделяете на мой взгляд, именно тому, как нужно, да, как, ну, как, как более правильно, но не тому, собственно говоря, чего хотите вы. А в какой-то степени, в какой-то степени, именно с этим связано то, что вы не можете, как будто бы, найти дело в своей жизни, потому что вы стремитесь в этом смысле к деньгам, вот. Вот, вот, деньги, для вас это, получается, такой своего рода путь к статусу, вот. И это, на мой взгляд, большая проблема, потому что деньги, это неплохо. То есть, вот, хочу, то вы меня, правильно поняли, да, ничего нет плохого в том, что вы стремитесь к деньгам. Деньги, это все же средства, средства для достижения каких-то целей, для достижения своих каких-то интересов, ну, ну, мечтаний, желаний, вот. Но ни в коем, ни в коем случае не самоцель. А вот, в вашем случае, получается, да, получается, к сожалению, так, что деньги являются, как будто бы, цена цели. Вот. И если человек, если человек работает, собственно говоря, вот, для денег, да, именно, именно для денег, если человек работает, а не использовать деньги как средство, то, соответственно, ну, их и нет, да, потому что деньги здесь, ну, вообще говоря, вот, не совсем понятно, куда и как использовать, вот. То есть, в вашем случае, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ чувство потерянности, оно, конечно, на мой взгляд, связано больше с неким таким состоянием как бы по жизни, да, то есть вот, вы себя, ну, возможно, чувствовали так всегда, вот, откуда берётся это состояние, что мы хуже всех и так далее, откуда берётся такое состояние, такое состояние берётся тогда, когда люди сами не удовлетворены тем, как они живут, когда люди не получают удовольствия на сладенье, мне кажется, что в вашем случае родители, ваши родители, вероятно, то же самое ощущали, вот, в том смысле, что они так же, как и вы, не были довольны, ну, как бы, своей жизнью, да, то есть вот тоже пытались, что называется, сравняться с другими, вот, то есть вместо того, чтобы смотреть на то, как можно себя проявить, как можно себя выразить, вот, ну, что сказать, сейчас, сейчас вы в какой-то степени пожинаете плоды этого, к сожалению, вот, а вот вы говорите Apple, ну, по большому счёту, да, что вот вы в 15 лет после работы, чтобы было больше денег, вы говорите, так, я помню, что на запущеннадцать лет начали брать займы, вот, и вы, конечно, большой молодец, что в этом не увязли, вот, но мой вопрос такой, а зачем вам, для чего, вам больше денег, ну, то есть вот зачем, ну, вот в этом смысле, больше денег вам нужно, чтобы, чтобы, ну, чтобы что, вот, понимаете, что, да, какая, какая здесь история, то есть вот необходимо, ну, подумать, немножечко о том, о том, как бы, что я буду, собственно, с этими деньгами делать, да-да-да, как бы. То есть вот это, на мой взгляд, очень-очень-очень, ну, такой важный аспект, как мне кажется, для того, чтобы лучше себя понимать сейчас. То есть вот вообразите себе, да, представьте себе, что, ну, что вы будете делать негады. Вот. Ну вот, это вот то, чего вам, на мой взгляд, нужно взять. Очень быстро вы придёте к тому, что, как бы вот, не столько вам важны деньги, сколько вы хотите, чтобы они у вас были, вот, сколько вы хотите, чтобы они у вас вот как-то, там, ну, присутствовали денежные, 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 так скажем, средства для чего-то. Вот. То есть зачем-то вам это нужно, чтобы лучше себя как-то вот, ну, не знаю, позиционировать и ощущать, скорее всего. Вот это, конечно, и является тем моментом, на мой взгляд, который вас, что называется, тянет на зал на данный момент, на данный момент, времени. Вот. То есть, то есть это по большому счёту вынесение своей ценности, вот, ну, скажем так, за пределы себя. За пределы себя, за пределы своей личности. Вот. Конечно, ну, понятно совершенно, что ничего позитивного для вас в этом нет. Ваше депрессивное состояние, состояние такой подавленности, и усталость, связанное именно с этим. Что внешнее, то есть, эээ, ну, скажем так, социальное, эээ, постоянно подавляет ваше внутреннее, реально. Вот. Ваша внутренняя личностная. Вот. Я бы так сказал вам. Вот. Вот. И, соответственно, эээ, соответственно, эээ, соответственно, эээ, свою работу я бы предложил начать именно с, эээ, изучения, исследования, эээ, себя и того, что вообще я чувствую и так далее. так далее. Возможно, даже взаима, ээээ, взаимодействие с родителями. Здесь какую-то роль играют, эээ, не знаю, насколько, эээ, существенную, но тем не менее важно. Эээ, следующий аспект. Вы говорите о том, что вы чувствуете себя глупым, там, эээ, тупым, тупым, как вы, ну, как вы выражаете, так далее. И, когда с вами кто-то, кто-то спорит, да, вы, эээ, себя, вот, эээ, сразу чувствуете неправым. Эээ, дело здесь, эээ, всё дело здесь, на мой взгляд, эээ, заключается в том, что вы, эээ, тяготеете именно право всем. То есть ваша задача быть правым. Ваша жизненная цель, цель, борьба. Ваша задача такая, эээ, борьба. И, и вот вы, эээ, борьбе, посвящаете все свои ресурсы. Вот. Ну, сказать, что это тяжело, сказать, что это истощает, если заниматься этим на, на постоянной основе, а вы, а вы, если занимаетесь этим, как раз, на, эээ, постоянной основе, ну, значит, значит не сказать ничего. Вот. То есть всё время, всё время вы, как будто бы, эээ, ну, как будто бы всё время боретесь, эээ, за, эээ, ну, за своё существование, за право, за право быть, за право жить. Вот. То есть как будто бы, повторюсь, как будто бы, всё время у вас это право кто-то отнимает. Вот. Интересно только здесь, конечно, кто, то есть кто отнимает у вас, эээ, всё время право на существование. Вот. Ну, и, конечно, как вы догадываетесь, эээ, право на существование отнимаете вы у себя сами. Больше просто, эээ, больше просто некому. Вот. Ну, скорее всего, скорее всего, эээ, сейчас вы этого не замечаете, эээ, скорее всего, сейчас, ну, вы, эээ, привыкли, эээ, как бы, вот, эээ, вы привыкли жить, эээ, привыкли находи, эээ, ну, в определённой, скажем, скажем так, позиции, да? Ну, вы привыкли. И, эээ, соответственно, эээ, ну, вряд ли вы, эээ, эээ, обращайте на это, вот, что называется, полноценное внимание. Вот. А, хотя, вот, стоило бы. То есть, иными словами, что я хочу иными словами сказать? Что вместо того, чтобы обращать внимание на то, что вам интересно, на то, что вам, ну, нравится, на то, что вас привлекает и так далее, вы обращаете внимание на то, право вы или нет. А поскольку человек, ну, в принципе, не может быть прав. Всегда. прав. И, поскольку, да, ну, даже если человек и прав, то все равно, эээ, всегда найдется, эээ, кто-то, кто, так скажем, тоже, тоже прав. А у вас только, вот, один человек прав. Или вы, или другой. Ну, понятно, что, вот, эээ, в силу, так скажем, в силу самооценки, да, у вас, вот, получается, что он, эээ, правый не вы. То есть, почему я так вот, эээ, как-то вот негативно относился, эээ, к эээ, к эээ, к тому, как, к тому, когда, эээ, ну, скажем так, оспаривают мою позицию. Да? Почему? Почему я так вот негативно к этому отношусь? Потому что, эээ, когда мою позицию оспаривают, вот, я себя, эээ, сразу чувствую не очень хорошо. Вот. То есть, это, ну, вот, в данном случае, при уровне вашего, эээ, развития, при уровне вашего интеллекта, при склонности команды и прочее, это, конечно, вот, то, что очень, ну, довольно сильно, по крайней мере, эээ, как мне кажется, эээ, портит вам жизнь. Эээ, ну, мешает, эээ, как-то вот ей наслаждаться. Эээ, вот, можете ли вы это изменить? Да, можете, можете, конечно, но это предполагает некоторую работу над собой. Естественно. Эээ, это предполагает то, что, эээ, вы будете над собой работать и займёт, займёт психотерапию. Вот. В противном случае, ну, эээ, ситуация может, эээ, в этом смысле, эээ, просто, эээ, я бы сказал, эээ, ухудшаться. Вот. То есть, вот это состояние, в котором вы находитесь, такое вот, ну, депрессивное, так скажем, оно может просто усиливаться, ээээ, вот, ну, со временем. Потому что вы себя, эээ, ну, все больше и больше, эээ, просто, эээ, будете, будете подавлять. И последнее, на что, на что я хотел бы обратить ваше внимание, это на комплексы, о которых вы сказали, комплексы, ваши комплексы. С одной стороны. И, эээ, вот, то, как вы себя позиционируете, эээ, с другой стороны. То есть, расскажите мне немножко о том, как вы себя презентуете людям, с какой, эээ, вот, ну, вообще, точке, эээ, с какой, вообще, эээ, в какого угла вы это делаете. Вот. И, по поводу комплексов, эээ, вы пишите, значит, что у вас эти комплексы есть. Вот, хотелось бы, конечно, чтобы вы несколько раскрыли эту историю, вот, чтобы вы несколько, ну, показали, о каких конкретно в комплексах идет речь, вот. Потому что, ну, так это, пока, эээ, чисто, эээ, такая вот, эээ, история абстрактная, я бы сказал. Вот. Лишена, эээ, ну, какого-то, эээ, применения. Вот. Поэтому на это позже я бы хотел обратить ваше внимание. А вы пишите, как поступить. То есть, вот. Может, кто посоветует, как мне поступить. А, во-первых, психологи не дают советов. Во-вторых, во-вторых, эээ, ну, только, вот подумайте сами. Эээм. После того, что написали вы, после того, что сказал я. Правда стоит, эээ, правда, эээ, стоит вопрос о том, как вам поступить? Ну, то есть, эээ, это все, что вы хотите знать, как поступить? Один раз? Потому что, если не один раз, то поступать придется неоднократно. И что вы будете делать? Вы будете каждый раз обращаться за помощью к кому-то, чтобы вам сказали, как поступить? Звучит немножко странно. Поэтому дело здесь, конечно, не в том, как вам поступать. И не в том, чтобы мы вам, эээ, ну, давали какие-то советы. Безусловно. Эээ, дело не в этом. Дело в том, эээ, чтобы, эээ, чтобы, эээ, чтобы, эээ, научить вас. Эээ, ну, вот, вот правильно говоря я. Ээээ, ну,チャат. Эээ, фа.. ээээм... три... ээээ.. no, три-с mild. Эээ... а... Да... Ох, tá? То, что вам нужно слышать и слушать то, чего вы хотите. И вот исходя из этого выстраивать свою модель поведения. Сейчас эта модель поведения полностью подчиняется внешним детерминатам. Чем, конечно, очень сильно смущает вас. Ну, я открою вам тут-тут небольшой секрет. А вот смущало бы любого человека, не только вас. Абсолютно любому было бы тяжело жить так, как живете. Вы еще работали, и многие умудрились не залезть. То есть в этом плане вы, конечно, большой молодец. И хочется вам помочь. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать на с собой работу. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Обращайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok